Приветствую всех! Это новости города О! Информационный подкаст редакции Оренбург Медиа. Октябрь наполнен событиями, их много, стараемся ничего не упускать. Прямо сейчас о том, чем запомнится уходящая неделя. Я Ирина Шмидт. Официальный старт. В Оренбурге в четверг начался отопительный сезон. Постановление подписал глава города Сергей Салмин. Однако батареи потеплели не везде. Оренбуржцы жалуются на то, что в квартирах холодно, согреться негде, приходится носить теплую одежду. Мерзнуты жители муниципалитетов. Во вторник, 15 октября, губернатор раскритиковал глав городов и районов за ситуацию с отоплением. Жалоб много, только в Орске, например, более 1200 обращений. Паслер потребовал, чтобы каждое взяли на контроль. Пожаловаться на холодные батареи можно и в прокуратуру области. Во вторник там запустили горячую линию. Сообщать об отсутствии тепла в квартирах можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Номер телефона и адрес электронной почты есть на сайте и в телеграм-канале ведомства. Денис Паслер пригрозил отставками солилецким чиновникам. Губернатор Оренбургской области на очередном заседании раскритиковал ход благоустройства в Солилецке. Он заявил, что тот, кто не может справиться с поставленными задачами, должен уступить место тому, кто любит свой город. Глава региона остался недоволен ходом реализации проектов благоустройства набережной реки Песчанка и главной курортной улицы Оренбургской. В частности, Паслер упрекнул администрацию Солилецка в том, что они приняли и оплатили выполненные работы по благоустройству набережной. Речь о 100 миллионах рублей. Между тем, недостатки подрядчик так и не устранил. Еще одна наболевшая тема – выплаты пострадавшим во время паводка. Оренбуржцы вынуждены добиваться компенсации через суд. Обращений – десятки. Центральный районный суд на неделе принял больше 10 решений в пользу тех, чьи дома не пощадила стихия. Людям приходится подтверждать проживание в затопленных помещениях, чтобы региональный Минстрой начислил или увеличил положенные выплаты. Ну а в правительстве региона, между тем, подсчитали, сколько денег уже получили жертвы наводнения. Общая сумма одобренных выплат превысила 17 миллиардов рублей. В конце этой недели деньги начнут поступать и тем оренбуржцам, у кого есть доля в другом жилье больше 18 квадратных метров. Средства, как мы уже сообщали, выплачиваются из регионального бюджета. Оренбургская область, кстати, единственная в стране, где пошли на такие меры поддержки. Теперь о политической жизни региона. Она кипит. Губернатор продолжает формировать правительство. В понедельник, 14 октября, Денис Паслер подписал сразу 8 указов о назначениях министров. Пост вице-губернатора министра региональной и информационной политики занял Юрий Мироненко. На должность министра цифрового развития связи назначен Дмитрий Вечеренко. Главной сенсацией стала отставка Натальи Ибрагимовой. Министр архитектуры Оренбургской области ушла по собственному желанию. Ее кресло заняла Марина Стручкова. Новые министры уже обрели заместителей. Разговоры об отставке Ибрагимовой велись уже давно. В 2021 году экс-чиновница стала фигурантом громкого уголовного дела. По версии следствия, она, а также директор компании «Атлас» и руководитель Центра развития архитектуры похитили более 90 миллионов рублей. Речь о заключении контрактов по завышенным целым. Этим делом сейчас занимается Ленинский районный суд. Чем еще запомнится бывший министр архитектуры? Оренбург Медиа решил составить путеводитель по карьере Натальи Ибрагимовой. Получился большой материал, который мы назвали «Абсолютная Минархия». Он на сайте, почитайте. Сейчас восток региона. Орск готовится выбирать главу. Его имя станет известно 24 октября на очередном заседании городского совета. На неделе конкурсная комиссия выслушала программы развития города от кандидатов на пост мэра. В итоге из 10 претендентов отбор прошли 3 человека. Это исполняющий обязанности главы Артем Воробьев, генеральный директор Орских электрических сетей Андрей Двуреченский и предприниматель Лариса Минор. Как мы уже рассказывали, конкурс на должность мэра объявили 10 июля, через 5 дней после того, как свой пост покинул глава Орска Василий Казупица. В Ковандыке мэра уже выбрали. Все случилось в среду, 16 октября. Причем это вторая попытка депутатов обрести главу. Первая предпринималась летом. Тогда ни один из претендентов не набрал нужного количества голосов. В этот раз на заседании Совета депутатов своей программы представили два допущенных до голосования кандидата. Это Павел Пахомов и Николай Бабаков. В итоге наибольшее количество голосов у Пахомова к обязанностям мэра он приступит 28 октября. Напрасные поиски. В Оренбурге снова не нашлось желающих стать кадровым резервом мэрии. О том, что очередной конкурс провалился, стало известно на неделе. Администрации Оренбурга сильно не хватает начальников управления, департаментов и комиссий, а также их заместителей. Вакантных должностей много, а кандидаты все не находятся. С отсутствием желающих работать в мэрии столкнулись и в прошлом году. В итоге сейчас в списке кадрового резерва менее десятка фамилий. Это несколько предпринимателей, депутатов и бывших чиновников. Вообще кадровому кризису в городской администрации уже больше трех лет. По мнению главы Оренбурга Сергея Солмина, всему виной невысокая заработная плата. Снесут, чтобы построить заново. В Оренбурге готовятся демонтировать аварийный мост через Сакмару. Работу должны были стартовать 1 октября, однако пока строительной техники и специалистов на месте нет. Возведение новой переправы доверили московской компании «Автобан». Генподрядчик разделил работу на два этапа. С октября и до конца марта аварийный мост демонтируют, а затем будут строить новый. Он появится к концу 2026 года. После реконструкции по нему смогут передвигаться автомобили массой до 100 тонн. На время работ транспорт будет ездить по второму низовому мосту. Зайцам придется не сладко. Законодательное собрание области поддержало идею о штрафах для безбилетников. Наказывать любителей бесплатных поездок, напомним, предложил мэр Сергей Салмин. Рассмотреть законопроект планируют 23 октября. Как мы уже рассказывали, сейчас за отсутствие билета кондукторы не штрафуют. Они могут только проверить оплату проезда и багажа. Если закон примут, то за попытку прокатиться бесплатно светит штраф 500 рублей. Столько же придется отдать из-за провоз неоплаченного багажа или ручной клади. На такой сумме остановились, исходя из размеров штрафов в других регионах. В Нижегородской области, например, это 1000 рублей, в Самарской 500, в Татарстане 300. Репетиция дистанта. Ученики нескольких классов области перешли на домашнее обучение. Пока их немного. Как сообщили в Роспотребнадзоре, с диагнозом ОРВИ на этой неделе слегли 13 тысяч оренбуржцев. Это чуть меньше, чем на прошлой неделе. А вот заболевших ковидом, наоборот, прибавилось. Специалисты зафиксировали 211 новых случаев коронавируса. 18 пациентам потребовалась госпитализация. Боевые машины пехоты, вездеходы и бронеавтомобили производства стран НАТО. Оренбуржцам покажут трофейную технику с СВО, ту, которую российские военные захватили в зоне специальной военной операции. Выставка уже побывала в Челябинской, Свердловской, Новосибирской областях. Сейчас экспозиция находится в Новом Уренгое. Оттуда она отправится в Оренбург и прибудет в областной центр 25 октября. 14 единиц военной техники разместят на площадке у торгового центра «Мармелад» на Шарлыкском шоссе. Благодарность за талант. В Оренбурге увековечили имя народного артиста России Андрея Лещенко. Мемориальную доску открыли 16 октября. Она украсила фасад дома номер 25 по улице Чкалова, где жил артист. Андрей Лещенко больше 30 лет посвятил Оренбургскому драматическому театру. Сыграл свыше 50 ролей. Возглавлял Оренбургское отделение Союза театральных деятелей России был почетным гражданином города. Народного артиста не стало в январе 2023 года. Культуре посвящен новый выпуск подкаста «Диванный урбанист». Сколько стоит ремонт музеев? Какое будущее у театра музыкальной комедии? Как приходится менять формат, чтобы привлечь зрителя? И что происходит с музеем истории города? В гостях у журналиста Дарьи Беликовой и автора телеграм-канала «Оренбург. Архитектура и урбанистика» Виктора Богданова, министр культуры области Евгения Шевченко. Слушайте, «Диванный урбанист» – он уже на всех платформах. Дом, мимо которого невозможно проехать без восторга. Все дело в том, что он из пластиковых пробок. Автор шедевра – пенсионер из Акбулака Николай Фоменко. На создание пластикового чуда у мужчины ушло 4 года и 23 тысячи пробок. Кроме того, в ход пошли бутылки, канистры и даже алюминиевые банки. Получился яркий разноцветный дом. Мимо пройти невозможно. В этом убедились журналисты Оренбург Медиа. Они напросились в гости к мастеру. Большой материал и много фотографий у нас на сайте. Непременно посмотрите и почитайте. Такими были новости города О в этот раз. Следить за нами можно в ВКонтакте, Ютубе, Дзене, в Телеграме и Одноклассниках. Также нас можно слушать на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, комментируйте. Мы вам всегда рады. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова